Арбитражный суд Москвы сегодня встал на защиту культурного наследия. У коммерческой структуры решено отобрать исторический памятник, дом Орлова-Денисова. С этим особняком, который по вине нерадивого собственника мог просто исчезнуть, связано множество героических страниц в истории Москвы. Поставлена ли точка в судьбе легендарного дома, выяснял Александр Карпов. Изымая дом Орлова-Денисова у недобросовестного собственника, суд фактически ответил на один из острейших для столицы вопросов. Что ценнее, отечественная культура и память об истории России или баснословно дорогой кусок земли? Изъятие общества с ограниченной ответственностью Карс, принадлежащее на праве собственности здания. Что такое ООО «Карс» понять непросто. Фирм с такими названиями от Калининграда до Камчатки сотни. Какой-то Карс зарегистрирован в Москве лишь 28 января этого года. Но история приватизации и последующего разрушения усадьбы на Лубянке началась еще в 2005 году. Приватизатором выступил Инкомбанк, который с тех пор, как известно, обанкротился. После этого была какая-то управляющая компания и две перепродажи. История темная. Усадьба уникальная. Изначально палата князя Пожарского. В 18 веке Нарышкины возвели поверх древних стен дворец в стиле московского барокко. В 1812 здесь резиденция столичного генерал-губернатора Растопчина. Сюда курьер доставил приказ Кутузова о сдаче Москвы, и раненого Багратиона тоже привезли сюда. При передаче дворца в частные руки предполагалось, что эти руки заботливо восстановят былое великолепие. На деле новый хозяин потратился лишь на строительную сетку. Зато на адвокатов денег не жалели. Ответчик предпринимал все возможные процессуальные средства для его затягивания. Но тем не менее, способы затягивания дела, очевидно, уже исчерпаны. Сегодня судом вынесено решение, которое нас очень радует. Однако это еще не конец истории. В течение месяца собственник может обжаловать решение суда. Обжалование будет. Я думаю, что даже не стоит обольщаться о том, что мы через месяц получим решение суда, вступившую в законную силу. Еще до начала тяжбы специалисты предупреждали. Одна-две зимы, и на месте культурного наследия останется пустое место. Фасад уже разрушен по расчетам экспертов на 40%. С крыши падают каменные вазы, стены изброждены трещинами. Спасать то, что еще уцелело, надо немедленно. Но сделать это невозможно. Встает вопрос о передаче его в собственность Российской Федерации. Либо о продаже его с Российской Федерации, с конкурсных торгов. То есть после всех обжалований и апелляций, что займет не один месяц, здание необходимо будет выкупить у того самого ООО «Карс», потом опять устроить торги, найти нового собственника, готового вложить миллионы долларов в реставрацию, опять передать дворец в частные руки, и только тогда, может быть, начнется реставрация. Дежавю. Вот усадьба Колесникова-Сыргиных на Таганке. Еще полтора года назад суд по иску Москомнаследия постановил изъять у недобросовестного собственника из уродовной мансардой образец классицизма и вернуть ему исторический вид. Решение давно вступило в силу, но дело не сдвинулось ни на йоту. Желающих вкладывать деньги в памятник не нашлось. Александр Карпов, Ольга Скобеева, Иван Уткин, Вести, Москва.